Когда мы работаем термоклеем, клеим грибочки, у нас тут всякие разные есть, пользуемся кто чем, но я в частности спиртом, речь пойдет о том, что как мы расходуем этот спирт, кто-то брызгает там условно с таких брызгалок, вот расход сумасшедший просто, я пользуюсь вот такими вещами, там внутри не один магнитик, чтобы оно могло там куда-то вот так приклеиться и не падать с машины, но это в частности. Вот тоже расход большой, вот так вот расход поменьше. Я заметил такой момент, большое количество вылитого спирта никак не влияет на то, как отклеивается термоклей, поэтому решил применить маленькое ноу-хау. Зачем выливать больше, если можно выливать меньше, тем более, что вот эти вот вещи, что вот эти, что вот эти, они со временем устают, просто вот эти брызгалки прекращают брызгать. Простой пример я сейчас выкинул, уже этот насосик на 105 или на 120 раз только срабатывает. Приходится это все выбрасывать в мусорку. Теперь перейдем уже непосредственно к самой посылочке, не помню где я это все увидел, то ли на алиэкспрессе, то ли кто-то мне ссылку дал, то ли где-то в каком-то видео кто-то что-то делал, неважно. Смотрим, за 3 копейки купил на алиэкспрессе вот такую хреновинку. Посмотрим, что это и для чего я это купил. Я просто поделюсь своим опытом, а там у кого-то может свои соображения и так далее. Отклеить термоклей, ну вот пистолет, термоклей и все прочее. Я пользуюсь либо вот таким вот, это спиртовой раствор, внутри там у меня магнитик, либо вот таким. Ну берем мы, капаем капельку, видите какая она большая, как аккуратно не капай, как бы спирт выливается много. И для того, чтобы немножко поэкономить, экономить в плане не того, что жадность душит. А в плане того, что какой смысл, клеевая клей, наливать 2-3 грамма спирта или жидкость какой-то для отклейки, кто чем пользуется, использовать там полграмма. Вот есть такой наборчик, ссылочка там будет под видео. Я решил его опробовать. Для начала первый момент это для спирта. Продолжаем наше повествование. Сюда помещается до 50 граммов. Может и больше, я не знаю, тут ЦЦ написано, маркировка, что это такое, но не в этом дело. Вот примерно, если сравнить отверстие, которое есть, можно заплющить, заплавить, конечно, все это можно сделать. И вот, они приблизительно сравнимы. Здесь даже больше отверстия. Одевается вот такой колпачок. Они тут разного сечения трубочки представлены. Даже вообще тут практически, можно сказать, что и не видно отверстия под увеличением. Можно сделать вот такую поливалочку спирта и какой-то взять наконечник, выбрать оптимальный. При этом мы не будем просто проливать. Экономия, еще раз повторюсь, в чем? Вот моете вы руки, помыли, воду закрыли. А можно, грубо говоря, открыть воду, помыть руки, потом пойти попить чаю, пойти поваляться на диване и потом прийти закрыть. Смысл того, что вода выливается. Денежка утекает. Сейчас попробуем маленький эксперимент. Налил я спиртюгану. Сейчас закручу. Неудобно и снимать одной рукой, и все. Берем в самую маленькую. Вот она, мельчайшая капелька. И сравнить уже ясно, понятно, да? Если достаточно, допустим, вот такой или такой капельки капнуть, какой смысл выливать вот столько? Опять же, при работе ты не целишься, там не выцеливаешь, взял вот так, плюхнул, вот столько. И там оно в пользу, не в пользу, но оно пролилось. Уже мы видим, какая большая разница. Из этого вывод. Если на эффективность это не влияет, зачем выливать драгоценную жидкость? Все это деньги, все это покупается. Это один вопрос. Второй вопрос. Поскольку я занимаюсь без покраской, частенько используются вот такие для подкраски каких-то мельчайших сколов, там трещинок, ну условно каких-то дефектов. Приходится там тамповать, подкрашивать и все. Это, на мой взгляд, получается неаккуратно. То же самое, вот хочу попробовать наконечники. Ими более аккуратно, более тоненько наносить. Понятно, что вот они есть там зубочистки. Потом кто-то пользуется вот такими, я их называю ухочистками. Все это тоже применимо, но когда надо аккуратно положить красочку, опять же, надо тебе положить там вот столько, а ты берешь там кисточку и ляпаешь вот столько. Это некрасиво, надо положить именно туда, куда надо. Красочку, базу там, или лачок. Это будет аккуратнее. Тут вопрос уже не в экономии, просто в аккуратности, в эстетике работы. Так что вот такие вот вещи тоже самое можно применять. В свое время, по молодости помню, применялись вот такие вещи. Мы ими там чертили, рисовали, были готовальными, потом перышки всякие разные. Вот такая досталась штучка, это рисфедер. Женщины ими брови выщипывали раньше, для красоты. Опять же, он без ручки, он без вот этого болтика-винтика. Ну, даже вот так вот берешь им, набираешь и аккуратно можно, но это неудобно. И когда мне попалась на Алиэкспрессе вот эта вот вещь, я решил ее заказать. Почему? Потому что, как аккуратно ты не делай, вот такой кисточкой, да? Вот, все равно, линия получается, как мы видим, достаточно толстая. А вот таким вот, даже рисфедером, эту линию можно сделать гораздо тоньше. А такими вещами, тем более, я все-таки решил, в качестве примера, показать, вот. Мы проводим линию, да? Разница же есть, когда вот такая тонкая царапина, ее вот так вот тоненько надо и закрашивать, а не вот так. Я думаю, комментарии дальнейшие излишние, вот этим не буду пока пользоваться. Я изложил идею, принцип, а там уже применять ее или не применять, это решать вам. Мое дело поделиться, кому-то это будет полезно. Пока что эти насадочки побудут здесь, а как предоставится в случае что-то подкрасить, я ими воспользуюсь и, естественно, с вами поделюсь. Пока пусть они тут отдохнут. Сейчас наглядно попытаюсь показать, в чем вопрос. Вот я беру чуть-чуть клея, лишь бы приклеить. Все приклеилось, да? То есть мы видим, приклеилось, да? Видимо, что он отщелкнул. Еще раз приклеим. Но вопрос не в этом. Вот когда мы берем аккуратно здесь, брызгаем. Это одно количество. Здесь Чуть-чуть поменьше. Здесь вот, все равно не аккуратно капельки ведется. И здесь. Это я самую маленькую выбрал. Ну, ты сними. Разница в количествах, да? Вопрос. Если нам надо капнуть там маленькую капельку, для того, чтобы отклеить, для чего мы будем вот столько наливать. То есть, получать даже вот это вот, как бы, достаточно. Ну, можно и так же капнуть, вот, капелька, разница какая. А когда мы работаем, мы не целимся, мы берем, раз, 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 все, ей даже рисовать нужно. Почему я и говорю, что можно налить красочки, и вот так вот, что-то тоненько зарисовать, как рисфедером. Тем более, что база, обычно она, вот, допустим, наша царапинка, и мы ее, ну, вот, к примеру, вот она, царапина. Мы ее даже, вот, спиртом, как бы, можем аккуратно закрасить. Она высохла, и все. Никаких проблем. Вот, тоже царапина видна, да? Видно? Угу. То же самое. Тоненько закрашиваем. А эту же царапину, допустим, закрасить, вот, что у нас получается. Река. Некрасиво, неаккуратно. Или же, вот. Кто-то, конечно, пользуется своими методами, своими способами. Во-первых, можно сэкономить на расходнике на спирте. Второй момент, если ты закрашиваешь, там, какой-то микроскол и прочее, не надо красить вот таким пятном, если надо, там, вот, такую маленькую точечку или узенькую царапинку закрасить. У кого какие есть, как говорится, в Рацухе предложения, не только по поводу экономии, где-то можно это еще применять тоже. Не зря, там, вот, я показал, там, очень большой, как бы, набор различных диаметров. Я думаю, где-то можно еще делитесь. Так же, как и я. Всем удачи. Пока-пока.